Исконно российский автопром постепенно оживает. Запустился автоваз, а ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ продолжают полномерную работу. И лишь производители иномарок, за исключением тульского завода Хавейл, простаивают. Притом особенно сильно кризис ударил по автомобильному кластеру Калужской области. По данным губернатора региона, в простое сейчас находится около 8 тысяч человек. Впрочем, простой это приемлемый расклад, ведь рабочие завода Volkswagen, Volvo и PSMA Rus получают две трети от среднемесячной заработной платы. Куда страшнее, если все эти люди разом окажутся вообще без работы. Скажем, Volvo Trax, как сообщает коммерсант, уже планирует сокращение. Сейчас шведский производитель грузовиков, в российских подразделениях которого работают более тысячи человек, оценивает масштабы грядущих увольнений. В 2015 году компания уже проводила сокращение. Тогда работы лишились 30% персонала или 280 работников. Но вскоре их приняли обратно. Сейчас ситуация после введения мощных антироссийских санкций совершенно другая. В информационном вакууме плодятся слухи, будто 600 человек, занятых на предприятии, будут уволены этой осенью, взамен получив до 10 окладов. Московский офис компании категорически опроверг массовые сокращения. Как передаёт РИА новости, полностью марка из России не уходит. Но из-за европейских санкций сейчас нет возможности ни ввозить, ни собирать грузовики. И часть персонала в российских подразделениях в порядке адаптации деятельности всё-таки сократят уже в этом году. Между тем, в Калуге фирма Volvo Trax обосновалась очень давно. В 2009 году открылось производство, собиравшее автомобили по крупноузловому принципу. А в 2014-м шведы организовали сварку и окраску кабин. В прошлом году российские продажи грузовиков скандинавской марки резко подскочили сразу на треть — до 6 тысяч штук. А в феврале этого года Brent умудрился занять второе место, пропустив вперёд только «КамАЗ». В нынешней ситуации будущее российского бизнеса иностранных автоконцернов полностью зависит не от них самих, а от политических решений европейских властей, в том числе по импорту комплектующих и техники. В итоге простаивающие заводы генерируют убытки, но бросить их нельзя, ведь столь резкий разрыв отношений чреват полной потери активов. И вернуться обратно, если санкционная удавка ослабнет, будет достаточно трудно. А пока нишу того же Вольво пытаются закрыть многочисленные китайцы и белорусский МАЗ.